приветствую всех из одессы друзья устраивайтесь поудобнее и мы продолжаем наш нелегкий но веселый и задорный путь по футбольным полям испании выиграли мы конечно супер кубок испании но давайте будем откровенны это не такой уж и важный для нас турнир и вообще внезапно мы как-то в нем сыграли я уже и забыл что в прошлом сезоне мы выиграли кубок испании благодаря чему мы собственно играем европубках в этом сезоне и играем достаточно успешно вышли мы в плей-офф лиги европы и жду с нетерпением уже матчей в 1 16 или 1 3 строй не помню в какой каком-то мраунде начинается стадия плыва в лиге европы но пока смотрим турнирную таблицу видим что атлетика мадрид оступился сыграли в ничью матрасники есть шанс у нас обыграть уэстку немного подразорвать дистанцию между нами и первое место смотрим мы в таблицу бомбардиров и видим что рома юринчук застыл пока с показателем в 13 голов и видим что уже тут у целой плеяда игроков аналогичный показатель бензема хименас перимчук жалов фелиш ну в общем борьба идет не на жизнь а на смерть на этот раз за золотую бутылку чем на чьи испании но как и в прошлом сезоне пока я римчук не начал клепать голы один за другим тут эти интересные транспорты произошли посмотрите ансу фати перешел из барселоны и рентину практически за 100 миллионов евро ну как то есть приня в ливерпуль ван дейк перешел играли с фан дейком я уже не помню зарял что ли играл ван дейк в обороне это мы видели ван дейка недавно совсем мы собираем видимость тренер ливерпуль и занял его место за 113 114 миллионов евро ну а нам пора вернуться к своим собственно говоря делам насущным и обыграть на выезде уэску всего-то играть будем наверное пока основном составом некоторые игроки подустали наверное во втором тайме придется провести ротацию циганков и зубков возможно вступят свои места на поле мудрику и ярмоленко ну что ж поехали но конечно как обычно легко сказать но возможно не так легко будет это сделать обыграть уэску но пока еремчук с мячом проигнорирован забегание шапаренко кажется выбрал адресата передачи своей зубкова но в итоге неудачно выполнил ее нужно шапаренко возвращается в оборону помогает матвиенко ну и вдвоем они забирают мяч мы выпадем свою контратаку и какая неаккуратная передача забарного забарный высоко не успевает вернуться назад у тут циганков уже просто бросается на амбразуру но и руками встречает этот мяч ну пока уэска такой непростой соперник я вам скажу плотненько не играют в обороне и ну и потихоньку наседают уже на наши ворота может быть сейчас удастся выйти в контратаку в нашу коронную давайте ребята разбегаемся ну какой фолк ну тут обязательно нужно карточку показывать язву с малиновский хорошая передача на полюшка паренка подращать малиновскому это шанс для удара и пробивает руслан но уэска уже в нашей штрафной мяч посмотрите что делает форвард уэски но удару того не выходит но пока не дают разбежаться нашим игрокам наши коронные выходы по флангу сейчас безус оказался с края но положение вне игры увы зинченко тянет мяч по центру зинченко отличная передача нырмчука вот он выход роман нужно забивать 14 и открывать счет в этом матче 1 0 мы повели пытаемся мы флангом атаковать снова безус оказывается на позиции на которой обычно играет цыганков безус вот такой вот фильм подача в штрафную ну и римчук думай ну все понеслась ребята пока надежно в защите мы играем не нравится ну это всего лишь еще даже первый тайм не закончился ну и какая контратакой то это это виктор цыганков вываливается на ворота уэски под левой ногой мяч ну и может и левой завершать витя 3-0 ну вот так вот плотно играла в обороне уэска ничего не нам не давало сделать в первые минуты но потом как-то посыпались хозяева цыганков пытался в отборе сыграть ничего не вышел видите контролирует на шоковине поля мяч игроки уэски это уже опасно матвенко проспал передачу за спину прострел да ухухой какой плохой удар но вот центром мы атакуем проваливается уэска и римчук но завозился с мячом роман но тем не менее пока не теряет его вынуждена дать в фланг там есть малиновский мяч под правой пробивает полюбовки в перекладину ну и пока свисток на перерыв ну уверенно играем в принципе более-менее хотелось бы конечно закончить эту игру на ноль но еще целый второй тайм играть впереди безус и римчук он бегут получает мяч в ответ втроем уже буквально окружили игроки уэски безуса тут отдает на цыганкова цыганков смещается немного в центр вот так вот мы комбинируем зинченко передача наверно чука под правую ну и тот оформляет очередной хит-трик в сезоне топоренко отлично играет поля ну и шикарно забрасывает на ельчука тут головой дальше на малиновского тому под левую ну и ногами парирует буквально вратарь уэски этот удар ой-ой-ой потерял немного позицию зинченко должен был он сместиться во фланг это привод к удару по нашим воротам так ну обещанные замены нужно провести цыганков уже наелся окончательно как и зубков вот незапланированные замены теперь нужно выбрать кого посадить безуса или полюша паренка вы его не подустали но наверное мы посадим безуса буяльский там жаловался на игровое время расстроенный буяльский ну поиграет пусть он пожалует хорошо малиновский отличная разрезная передача подача туда ну и римчу в стиле дарвина ну не за отправляет ворота в сетку уэски четвертый год романа в этом матче посмотрите на исполнение удара от и римчука ну просто сверху уверенно уже издевательски ну покажите нам уже этот удар наконец-то ничего не понятно как пробил и ручок мне показалось что он пятки забил подачу нашу штрафную тут забарный спокойно играет мяч возвращается к нашей штрафной не паникуем спокойно держим строй ребята хачараба выбрасывается на ферреира подыгран хачараба через пас снова ферреира но здесь мудрик головой играет небольшого роста миша мудрик но тем не менее выпрыгивает он и выигрывает борьбу за этот мяч но еще один фол в центре поля очередной еще одна желтая карточка спокойно мы играем в центре поля зенченко отличная передача на и римчука и римчук ну что может на пятый заход нет пока не решается на удар роман сброска под удару шапаренко ну тут пробивает суета но и уэска все выходит отличный переклад уже на половине поля уэски на малиновского и тут пробивает на высшего рот спокойно мы играем по попытка забросить за спины на этот раз гущан здесь страхует свою защиту 88 минута уже и стекла по сути последняя минута матча уже идет ну хочется нам все-таки сыграть на 0 для нас это такой редкий праздник когда защита не пропускает то что мы много забыть забили это уже не впервой ну что может быть еще один давайте напоследок поставим ту жирную точку в этом матче нет ставит эту точку судья своим свистком ну 5-0 уверенно уверенная победа ну и роман и римчук 4 гола 4 удара поворотом 4 гола потрясающая результативность от нашего порода подразмялись мы так неплохо на уэске добыли свои дежурные 3 очка выполнили задачу в турнирной таблице приблизились к атлетико мадрид и не отстаем от реала 7 очков нас отделяет от первого места но теперь выезд в севилью теперь игра непростая нам предстоит коля шапаренко подустал колечко наверное он сыграет со скамейки запасных в этом матче помните как выпускаю я на его позицию неоднократно уже я так делал мишу мудрик а давайте и в этот раз так поступим неплохо принципе миша мудрик играет зубковом выходя на место коля шапаренко ну и по сути все теперь игра тяжелейшая тяжелейшая игра в севильи нас ожидает это будет не такая легкая прогулка как в игре с уэске я уверен что с богом снова начинаем эту игру с мячом сразу же идем в свою атаку там почему-то безус не спешит совершать рывок за спину защитник усилили ну и мяч потерян ну и теперь уже заброс нам за спины мы тоже играем спокойно в обороне пока что гуща не привести бы отличная передача зинченко не накрывают пока отлично и видит малиновский рывок цыганкова отличный розыгрыш передачу ну куда там уже не глядя цыганков просто стрелял никто не успел набежать добраться до этого мяча атаке севилья суса пробивал уже по нашим воротам спидывает на папу гомеса передача в штрафную фернандо ну и тут забарный четко четко нужно выйти только хачараба ой 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 там были мы просто в миллиметрах от пенальти в свои ворота как обычно суса ну все уже дожали дожали нас игроки севилья 1-0 нужно попробовать быстро ответить миша мудрик идет вперед пасует он на веремчука ну того просто съели ой 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 опасно очень опасно гомес передача за спины нашей обороне снова снова мы неуверенно выходим из нее снова привозим нужно подсобраться севилья за такое наказывает начинают нас поддавливать наше повине поля там тоже еще раз совершал рывок цыганков но пока идет передача на безуса безус уже в штрафной роман что придумает вешать на дальнюю тут рука отчелкливо было видно руку и это пенальти ну нужно еще реализовать цыганков помечать и какие-то витя соберись спокойненько нужно пробить верхний угол ворот хороший четкий удар один один ну и сразу севилья отправляется в свою очередную атаку плитуда не свои кружева у наших ворот пух гущан попугомес на ближнюю штангу и подрезает фернандо в дальний угол слава богу не попадает он по нашим воротам но атака севильи продолжается обыграна наша оборона акуния ну и расстреливают гущана 21 что еремчук найдет ли голову еремчука то подача нет она находит руки вратаря севильи малиновский там отчаянно борется за этот мяч и выигрывает он эту борьбу отлично цыганков немного назад динченко видел видел подключить точнее это был запарный или мудрик кто-то там был из наших блондинов мудрик видео зинченко но не смог отдать кому хорошую передачу а зинченко врывался в штрафную но пока мы уходим при счете 21 пользу хозяев поля по трибуны помещения это перерыв нужно нам отыгрываться во втором тайме спокойно здесь цыганков должен был сыграть но витя как-то не хватило ему скорости чтобы добраться от этого мяча но и в итоге владеет им севилья на нашей половине поля затяжная атака хозяевну здесь нужно выбрасываться отлично это контратака яремчук получает мяч не успевает за ним оборона но яремчук уже не в позиции отлично ну куда же ты играешь мудрый на цыганкова то бит поворотом ну запороли мы откровенно ну еще нет еще можно забивать подача с углового не удается пробить поворотом мудрик на подборе на забарного забарный не завозится бы здесь мячом забарный хачараба мы знаем как он может пробивать поворотом пробивает хачараба но руки вратарю ой 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 какая передача и снова проспал витя цыганков ну конечно он в этом не виноват он по сути не защитник но хотя в нашей формации он обязан отыгрывать сзади хачараба выносит на ноги фернандо под прощает зенченко отлично увидел зубкова того сразу накрывают все пути продвижения к воротам а вот так вот а я я не проходит передача скрытая от малиновского и снова разорван наш фланг обороны мяч уже в штрафной забарный но снова отскок не за нами штанга спасает но тут уже просто казнь 3 1 мудрик уже в окружении двоих просто соперников мы пытаемся мы как-то выйти из этой ситуации безу ай-яй-яй левый пробивал роману в руки вратарю подача тугого кошка снова выигрывают борьбу защитники сивили мудрик ну а почему все отошли назад просто отступила наша команда но это были защитники ладно простительно давайте попробуем со второго темпа зубков ну что там есть кому подать до малиновский ну не попадает руфон поворота гудель передача в нашу штрафную там положение вне игры спокойно спокойно но начали так жестко на спрессинговать прямо смотрите не дают принять мяч зинченко в центре поля ну зубков почему зубков стоит не совершает он рыбок в итоге успевает его накрыть игроки сивили передача в штрафную ну и малиновский как пиздарная передача откровенно говоря снова гора у нас на правом фланге атакует там сивили дождался игрок сивили нашего защитника то ощущение только для того чтобы его обыграть ну ладно матвиенко бросает туда в прорыв и мудрика и зубкова кого-то из них ну в итоге все на этом финальных исток все по делу цивилия была сильнее и они уходят с поля победителями жаль конечно но по делу мы все-таки проиграли ну а теперь нас ждет игра в кубке испании начинается этот кубковый марафон помню мы по прошлому сезону сейчас нам предстоит сыграть практически все игры в кубке короля в прошлом сезоне нам удалось пройти этот спрут этот спринт до самого финала и поднять этот торфей над своими головами посмотрим как будет в этом сезоне нам сразу же в первом же раунде сложнейший соперник реал соседат который нас совсем недавно уже обыгрывал но в кубке мы совсем другие ребята да давайте в принципе кубок стартанет наш кубковый второй состав во главе в обороне с нашим молодым непроходимым бетонным руденко 47 рейтингу парня но играет он в ее ну чтож поехали пока пытаемся продраться к воротам соседата но ничего не получается а вот у них получается получше права у нас в обороне как будто мы продолжаем матч сивилии пока прощают нас игроки хозяев поля ави марта но это чувствую ненадолго надо собраться в обороне ребята ну бондарь хорошо отбор штрафной от наших защитников это невиданное чудо я вам скажу сейчас выйти бы из обороны в хорошую атаку вот она шапаренко там набегает на дальней штанге кто это это долбику нужно заканчивать ай-яй-яй артём вот так а соседа до опаснейший удар хорошо мудрый четенько сбрасывать на долбика тут бы не завозиться с мячом он дай ну давайте мы уже выйдем подальше от наших ворот спокойно боже мой ну что это такое что за передачи такие ракетические вы свои атаки соседа разворачивается игрок хозяев пробивает по нашим воротам бондарь снова с мячом снова эти передачи на грани обрезки без уст шапаренко ну вот наконец-то хороший пас но и положение вне игры он идет степаненко это наш шанс но там перед безусом просто вся оборона соседа да ну и тот зарылся в ней вот это неплохо степаненко ну отлично отыгрывает пока тарас середине поля в отборах снова безус безус удерживать мяч это штрафной этап опасный удар но нет на поле малиновского но есть коля шапаренко вы правой ногой он будет пробивать но давайте попробуем ближний угол пробивает коля но это не удар степаненко не сумел работать раз нормально этот мяч потеря но тут кривцов страхует высоко подымается ярмола чуть не в первый раз андрюша вообще на наших экранах оказывается идет центр под левую ну сделал лишний шаг тут степаненко снова тут как тут снова мяч у ярмоленко передача на мудрика тот ищет кому отдать отдает шапаренко тут пробивает и неплохо ну коронная обрезка просто никого не видел кому отдать это был руденко кажется молодой ошибается он в передаче ну и опасная так уже на наши ворота нужно исправлять свои ошибки теперь тревцов делает это за него передача в центр безус тут проигрывать борьбу без вариантов но безус борется уже задней точкой он принимает мяч идет в отчаянный подкат но в итоге мяч уже у наших ворот просто играючись обыграна наша оборона штанга спасает все пока мы в игре но не глядя степаненко уже в панике давайте перестанем паниковать ребята выйдем в нормальную контратаку вот она получает мяч ярмола ярмола что будет делать мечом отдает центр ну и пух довбик закрывает эту атаку 1-0 ну теперь бы доиграть с этим счетом первый тайм ярмола с мячом удерживает он все свисток на перерыв пока отбились от первой атаки мы со седада попробуем выйти в свою контру довбик на фланге просит уже мяч там принципе на противоположном фланге есть его партнер довбик пытается туда подать но в итоге в ворота мяч летит сморок спокойно разыгрывают игроки со седада но не на этот раз ребята не на этот раз ярмола с мячом ярмола удерживать мяч центре поля буяльский нужно выйти из-под прессинга буяльский и спокойненько играем мы кривцов там есть мудрик миша принимает мяч ускоряется мудрик ну что входит в штрафную мудрик пробивает и решается сам миша 20 хорошо ну что соседат поплыл давайте посмотрим они немного уже так подраскрылись хотят отыгрываться хозяева но это шансы для надо наш позитивный контур ну вот я добек решает хорош уже из последних сил в ближний угол отправлять наш долбик это 30 ну вот такая вот игра в итоге хорошая передача и там предлагает себя долбик снова неудел оборона со седада долбик ну артем это надо было решать а я ярмоленко какой перехват мяч отправляется без усу а где партнеры а вот он шапаренко просто в лицо пробивает вратарю со седада мудрик хорошая жесткая передача безус на порывок долбику ну все уже долбик просто рвет оборону со седада не справляется с ним защита но долбик безус на этот раз кто на этот раз мудрик снова в очередной раз этого за миша не успевают но на этот раз мешает ему пробить мы в очередной свои атаки на распозиционной степаненко уже 87 минута шапаренко правой ногой пробивает поля ой-ой-ой ну тут буяльский просто дождался этого мяча но и мы все дождались уже финального свистка ну и слова 30 на 0 мы сыграли в обороне ну как-то так ну и сразу же очередная кубковая игра на выезде уже 1 8 финала но мы в принципе научены уже по прошлому сезону о таких перебятиях испанского календаря до говорил я что нам сейчас предстоит кубковый марафон будем и много играть в кубке испании если конечно из него не вылетим ну и нам предстоит игра свой с которым мы совсем недавно громили у них дома и снова мы приезжаем к ним в гости но теперь уже немного другим составом без романа и ремчуках который отметился четырьмя голами в их ворота теперь их попробуют потерроризировать артем долбик ну что ж поехали мы сразу передачу туда на долбика но не за спиной обороне поэтому безус с мячом будем мы уже из глубины пытаться атаковать такой затяжной атаки долбик с мячом хорошо шапаренко пытается убрать защиту но пока перекрывают нам все варианты для ударов но все таки удар следует по воротам уэски отлично мы просто съели соперника ну и там предлагает себя роман безус если я не ошибаюсь да безус почему он кстати играет здесь за этот состав я так и не понял хотя уже второй матч мы играем ну естественно потому что потому что искусственный интеллект делает свои замены ну а гуляй ноги нет поэтому безус в обоих составах да это очевидно ноги 0 пока что жерару и трубин спасает трубе пока я задумался о причинах нахождения безуса на футбольном поле я должен играть гуяльский если я не ошибаюсь но снова вот это вот ерунда есть травмированный игрок в резерве игра не дает мне играть и поэтому делает замены сама но и в итоге мы играем вот таким вот полу основным составом пол защите потому что на поле и шапаренко и собственно говоря безус который пробивает по воротам хорошо подбор за нами в центре поля ну и назад отыгрываю долбик хорошо что мы не теряем мяч кривцов здесь нужно внимательно аккуратно поля шапаренко он видит подключение буяльского который тоже на поле да в принципе кто там играет по защите у нас вообще я хочу посмотреть наш состав ну да шапаренко безус буяльский вот такой вот треугольник у нас в принципе тут без альтернативы так сказать о чем я говорю вообще ну да все правильно по сути как оно и должно быть какие-то у меня в голове тараканы завелись ну ладно давайте пора вернуться уже в эту игру мы ведем всего лишь 1-0 тот шат и хотелось к пока это сказать не атаковал но все мы помним сейф трубина просто в упор ну и сейчас была опасная ситуация шапаренко до конца борется отлично безус видит своего партнера по атаке а вот буяльский уже небрежно отправляет мяч дальше и вот о чем я говорил опасно снова такую тулеска но здесь кривцов первый на мяче но уже не глядя вперед туда ирмоленко борется снова у кривцова мяч буяльский степаненко шапаренко на фланге там есть мудрик но не успел развернуться и отдать во фланг передачу тарас мяч потеряну его великодушно отдают игроки уэски безус в одно касание долгий уэска не так потно играет с нами как играла в чемпионате в другой стороны мы в принципе пока только один мячом забили вы кривцов отлично еще и удерживает мяч в игре кривцов безус раскручивается тапаренко сближается с воротами поля но все хочет забить он и почему бы и нет если он может забивать такие мячи шикарный удар от поле шапаренко волшебно его правая нога крутит он ну вратарь дежуре в этом углу но замешкался с прыжком не ожидал что такой удар выйдет у шапаренко самый угол отправляет мяч коля поднаелся уже на левом фланге миша мудрик не знаю может сделать вот такую давайте конопля сыграет слева слева сыграть левого защитника в левого флангового защитника конопля шапаренко в свою очередь поднимется немного выше сыграет он левого атакующего полузащитника ебаненко на бездуса но вот как то завозился с мячом на приеме мяча не сможет заводать собой безус лесу опасная атака от плески очень опасно где оборона наше в центре вaudит угловой хозяева poly но тут выиграна борьба долбит выносит предел investigation но мяч туда возвращается борется там Руденко, кажется, мяч подхватывает Конопля, ну и мы уже бежим к воротам Уэски, там Довбик предлагал себя, но Конопля вот так вот просто вперед перед собой пинает, Шапаренко ну не глядя просто, Коля, ну почему, почему так? Ну Конопля уже должен отрабатывать в обороне ну как-то тяжело разгоняется Юхим и в итоге просто пробегает мимо, ну а, но зато читает игру играет на перехвате Безус, что там, где адресаты все стоят, стоит оборона Уэски, стоит наша атака но, тем не менее, мы удерживаем пока мяч по часу только включилась скорость Конопля подает зряче посмотрите, куда Буяльский уже просто так нехотя пробивает поворотом Жерар это опасно, интрига возрождена в этом матче 1-2 Шапаренко отлично играет на приеме Коля крутит, вертит в середине Поля, Степаненко видит он Буяльского но неаккуратный пас но Буяльский уже там с фоом летел в ноги сопернику отличная передача Степаненко, ну вот так вот на тоненьком мы играем, ну и что там там должен увидеть Ермоленко да, партнер получает Андрей мяч режет угол бьет с левой ноги в ближний вратарь неудел ну и Безус издевательски отправляет мяч в сетку 3-1 в атаке была Уэска мы спокойно с ней справились просто встали на пути мяча больше ничего делать не пришлось Безус разворачивается Роман уходит от своего оппонента там рвется по флангу Шапаренко но Безус его не видит увидит ли кого-то Безус да, в принципе, зачем можно просто пробить Шапаренко в отборе Довбик и снова Безус снова Безус но сегодня это его игра убирает он оппонента пытался теперь отпасывать теперь его пробить но какие-то странные решения выбирает Безус вдохновленный своим голом думает, что у него боже мой ну, ребята ну, что это такое не менее Степаненко на подборе Безус, Безус, Безус Довбик Буяльский ну, у того тоже есть, в принципе, удар пробивает он поворотом Безус а что с углового пробивает Довбик крутный удар для вратаря Уэски еще одна подача Термовой такая низа идет круче ой-ой-ой казалось, мяч в девятку влетает но нет мимо и на этом все мы идем дальше в Кубке Испании ну, пока на удивление легко нам удается продвижение в Кубке Короля посмотрим, как оно будет дальше ну, а на сегодня наш выпуск подошел к концу друзья, спасибо огромное вам за просмотры не забывайте ставить свои лайки пишите комментарии под этим видео жду их с нетерпением ну, а мы с вами будем прощаться берегите себя Себу до Украина Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok